дорогие друзья здравствуйте хочу показать вам мою красавицу это лилия котлея кахманиана азорс кайс это гибрид 2 первичный гибрид 2 природных котлей котлеем оси и лилии и как сейчас ее переименовали котлеи пурпураты конкретно вот эта вариация азорс кайс она отличается темным цветом более насыщенным такой вот темной губой камера не совсем правильно передает цвет в жизни она более голубая но к сожалению очень сложно передать вот этот голубой оттенок на видео она получается немножечко более такая сиреневая но все равно это ее не портит посмотрите какие крупные замечательные цветы в лепестках есть 10 немножечко желкование поближе сейчас покажу вам цветочек вот так чтобы было лучше видно лепесточки у нас такие губа очень красивая само растение средних размеров таких котлейных на меньше чем лилия пурпурата ну как мне кажется немножечко больше чем мусси хотя тоже у меня котлей мусси 2 на данный момент одна совсем небольшого роста но при этом на ней есть чехлы а другая крупная практически размеры лилии пурпураты что можно сказать про этот замечательный гибрид а я получила его больше двух лет назад а летом и она пришла ко мне с чехлом получила я от поставщика эква джанера это растение сейчас попробую найти бульбу вот она вот с этой бульбы на у меня процвела по получению цветочек был такой маленький жиденький не такой яркий и очень быстро отцвел это нормально для растения которые только находятся в периоде адаптации после получения после этого года она у меня последовательно наращивала бульбы вот это вот это не меньше по размеру чем те с которых она сейчас цветет и это адаптационные бульбочки без чехлов вот это еще и в прошлом году летом она мне вырастила три бульбы вот эту вот эту на которой есть сейчас еще один цветонос и вот эту бульбочку на ней есть маленький чехол но я не думаю что она с него процветет я думаю что он такой все таки цветочной почки как таковой там нет не хватило на три чехла силу растения но два роста и два чехла это тоже очень очень хорошо учитывая что это первое полноценное мое цветение домашние если вот эти два цветочка дождутся второго цветоноса я обязательно вам покажу как будет это все выглядеть 4 цветка вместе так вот вернемся к циклу развития этой котле и летом она у меня растила последовательно три вот эти роста два из них с полноценными чехлами сформировались к осени и котлея ушла на покой то есть у нее ничего не росло чехлы стояли без движения я уже рассказывала что я специально котлеи на покой не отправляю на период период покоем не устраиваю я смотрю по растению если ничего не растет ничего с растениями происходит то значит я ее мало поливаю не удобряю слежу за ее активностью как только в чехле появилось движение полив увеличивают это движение я заметила где-то в апреле этого года и сначала вот в этом чехле который дал нет эти два цветка и затем через какое-то время через полмесяца может быть вот в этом здесь еще тоже два цветочка планируется принципе получился это весенние цветущие котлеи также как оба ее родители они весенние цветущие и соответственно их гибрид гибрид котлеи оси и лилии пурпура ты тоже цветет весной и обязательно надо отметить потрясающий аромат этой котлеи он цветочный с нотками специй и еще с ароматом черники вот удивительно у меня есть еще второй первичный гибрид блу индиго и он тоже что самое интересное пахнет черника у него по цвету вот этот чернильный такой оттенок губы такой же как вот у этой моей котлеи и что самое интересное вот они оба этих гибрида не пахнут черникой такой вот совпадение цвета и запаха так что друзья надеюсь вам понравился этот гибрид понравились цветы принципе часто бывает в продаже если вас заинтересовало вполне вы можете приобрести не могу сказать что она показала себя какой-то капризный котлей все стандартно растет хорошо и вот от акваджанера пришли пришел мне очень хороший кустик который сейчас меня радует всем спасибо за просмотр ждите новых видео пока пока